Доброе утро! Где, значит, очень много всего интересного. Самое главное, что это спектакль для всей семьи. И можно даже без ограничения от нуля до 99 лет приходить на наш спектакль и смотреть. А в 100? А в 100 и в 100. Смотрите, Анечка, а вообще это новое прочтение Чуковского? Чем оно отличается от обычного? Чем оно отличается от обычного? У Чуковского главный персонаж – это муха-цикотуха. У нас же главный персонаж – это гусеница. И вся история именно ведется от гусеницы. Это она придумала себе эту историю, и она в нее играет. То есть она главный рассказчик, я правильно понимаю? Она главный рассказчик, да. Я поясню. Мы просто когда начинали делать этот спектакль, мы думали о том, как бы сделать его оригинально. Ну, не так, как обычно. И этот персонаж, он, можно сказать, очень близок к детям. Она вредная, она непослушная, ее везде выгоняют. Она постоянно плачет. Ей хочется играть, а ее не принимают. И поэтому мы решили, что это будет интересно для детей и близко им. Ну, это как в классике. А что это вы тут делаете? Иди, иди отсюда, иди. Да, да, да. Именно так. И только у нас гусеница говорит. Все остальные персонажи выражены именно пластически. То есть это танцевальный спектакль. У нас есть небольшой фрагмент этого спектакля. Предлагаю вам посмотреть кусочек. Ну, вот очень интересный вопрос. Дело в том, что мы с вами уже встречались в эфире, да, и знаем, что у вас есть танцевальная команда 2046. Сколько, кстати, в вашей команде человек? В нашей команде 10 человек на сегодняшний день. Но ведьмухи-цукадухи гораздо больше персонажей. Они успевают переодеваться? Каким образом это все происходит? Вот, Дарья, это вам придется отвечать. Вообще, компания 2046, я бы сказала, что они профессионалы по переодеванию. Потому что... Чемпионы по переодеванию. Каждый спектакль у нас... Аквармии, пока спичка. Да, мы все время думаем о том, как бы персонаж успел за кулисами переодеться. Мы всегда это продумываем. Да, минута, чтобы была обязательно. Так как я единственное говорю в этом спектакле... Я единственное не переодеваюсь. Нет, я переодеваюсь. Это происходит в конце. Но это будет пусть сюрпризом для зрителей. Потому что мы уже, грубо говоря, рассказали весь сюрприз, который у нас происходит в спектакле. В общем, Даша тянет время. Я тянула сюда. Если мы не успели переодеться, я ей показываю. Еще, еще, Даша, давай, еще. Я начинаю придумывать какое-то действие для того, чтобы ребята, которые выходят за кулисы, они хотя бы подышали. То есть есть интерактив с залом, правильно я понимаю? Да, у нас постоянный интерактив с залом. Дети показывают мне какие-то движения, они все время мне подсказывают текст. Потому что это специально сделано, как будто я забываю его. Слушайте, как здорово. А кроме мухи, цикатухи, еще какие-то варианты у вас? Вы над чем-то работаете, что-то делаете? Да, конечно. У нас очень много, во-первых, в голове, которое, мы надеемся, когда-то у нас это, как сказать, реализуется. Но у нас есть прекрасный спектакль «Алиса», детский спектакль. У нас есть прекрасный спектакль особого рода «Крючочки», где всего 4 человека, а персонажей там 10. И там-то вот точно, наверное, есть полминуты, мы даже репетировали это, чтобы за полминуты мы могли быстро все снять и быстро одеть. То есть, выходя на сцену, очень много ты одеваешь под низ, чтобы быстрее раз, и ты уже вышел. То есть вот эффект. То есть это еще эффект не только театрализованный, и можно похудеть просто. Да. Я понимаю. Да, я в таком костюме сбрасываю килограмм точно. Дашенька, я вот как раз о костюме хочу сказать, что не могли бы вы нам показать, и нам, и зрителям, что же все-таки делает гусеница в этом спектакле? Маленький кусочек. Да, конечно, гусеница в общем-то в спектакле в основном всегда вредничает, плачет, но есть у нее кусочек, где она танцует и пытается влиться в ту компанию, которая веселится на день рождения мухи-цокотухи, и она пытается спеть рэп. Мы это с удовольствием посмотрим, друзья, мы их давайте посмотрим, как гусеница поет рэп. Жил на свете человек скрюченные ножки, И ходил он целый век по скрюченной дорожке, И стояли у ворот скрюченные елки, Там гуляли без забот скрюченные волки, И была у них одна скрюченная кошка, И мяукала она, сидя у окошка, Она скрюченная мостом, скрюченная баба, По болотам, до сих пор прыгала, так жабо, Ё! Вот такая необычная интерпретация, новая интерпретация мухи-цокотухи у наших гостей танцевальной команды 2046. Я напоминаю, что увидеть спектакль можно будет уже в это воскресенье, 15 марта, на сцене Центра культуры Урал, который находится по адресу улица Студенческая 3, и начало представления в 12.00. Ну а мы прервемся на некоторое время в эфире события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова